итак здравствуйте и мы приехали туда где вот такие мотоциклы не появляются здесь прям череда таких harley indian вон там смотрю и это каста людей объединяется в определенные клубы название много в этих клубах в разных и мы приехали в гости клуб байкер бразерс и сейчас мы посмотрим нас встретят и 1 10 привет здравствуй виктор нас встречает здесь и мы сейчас зайдем в святая святых где живет клуб где общаются где у них прям сердце это club house по он называется туда не каждого пускают но у нас сегодня есть редкая возможность посмотреть где живут мси да правильно говорить пойдемте итак мы опрям на входе прям какой-то спортивный клуб а объединяем Объясните, вот мотоциклы вот сейчас вот стоят, а здесь спорт-клуб. Это у нас как это сочетается вместе? Ну, все это большая наша территория, и все начинается с 22 Fight Club. У нас большая зона, значит, здесь у нас зона, где люди занимаются разными видами борьбы и MMA. Здесь у нас кроссфит, зал для занятия боксом, и в основном здесь мы тренируемся. То есть вы объединяетесь не только по мотоциклам и жилеткам, а еще что у вас? Очень много в нашем клубе спорта, здорового образа жизни, и мы очень внимательно за этим следим. Здоровый образ жизни и байкеры, слово байкерс не сочетается. Абсолютно все сочетается, все замечательно. Мы должны быть в отличной форме, мы должны быть здоровыми, мы должны быть сильными. И с байкерами это отлично сочетается, как мне кажется. Должны кому? Самому себе в первую очередь. То есть все ради себя? Или есть какая-то мега идея? Идея в том, чтобы ездить на мотоциклах, быть здоровыми, быть сильными, дружить, братские отношения. И у всех уже давно семьи, поэтому у нас еще такой очень семейный уклон. Поэтому, когда мы будем говорить о фестивале, мы отдельно расскажем, почему это семейный фестиваль. Хорошо, а ну к фестивалю мы еще подберемся, мы так издалека заходим на это. А 22, а что такое? Это цифры, которые обозначают место в алфавите буквы «Б». Байкерс, Бразерс, поэтому 22. Отлично. Пойдемте дальше. Вячеслав, вы руководитель этого клуба? Нет. Как у вас происходит? Расскажите, вот со стороны кажется иногда, что это такая полувоинизированная структура. Есть четкая градация, есть субординация, есть четкие правила. И мне так кажется, что приказ вышестоящих органов не обсуждается, а строго к исполнению. Так ли это? И что такое? Чем отличается, поставим вопрос так, чем отличается клуб МС от военнизированной структуры? Ну все же, я думаю, что те люди, которые немножко понимают, что такое МС-культура, у них таких вопросов, конечно, не возникает. На чем и какие у нас там еще дополнительные есть агрегаты и техника. Мы ездим на мотоциклах, все правильно, вы говорите, что есть определенная иерархия. Это обязательно субординация, то есть чем ее будет больше, чем больше порядка и дисциплины в клубе, тем клуб в любом случае будет сильнее и мощнее. Соответственно, имея дисциплинированный клуб, мы можем больше что-то реализовать, что-то сделать силами клуба, включая, допустим, организовать такого уровня мероприятия, которое мы уже делаем в 2013 год. Я хотел спросить по поводу мощности. Клуб, когда люди общаются между собой, развлекаются вместе, зачем нужна мощь клубу, чтобы он был мощным? Для чего? В данном случае у вас, я так понимаю, есть фестиваль некий, который без мощной поддержки не провести? Ну, весьма сложно, все правильно. Ну, в первую очередь, конечно же, клуб дает поддержку внутри клуба друг другу. То есть это самая главная мощь, когда ты понимаешь, что ты находишься среди своих, среди братьев, среди людей, которые всегда могут откликнуться, поддержать в трудную минуту, поддержать не только непосредственно члена, но и его семью. Это в жизни, мне кажется, весьма ценно и необходимо, потому что в разные времена такое взаимодействие дает, в первую очередь, поддержку каждому. И когда собирается, скажем так, правильный коллектив, который друг друга чувствует и понимает, то, соответственно, и вопросы, и поставленные задачи реализовываются намного быстрее и интереснее. Вот. Кроме всего, что мы говорим, там, о каких-то рабочих моментах, мы, конечно же, любим отдыхать, мы любим путешествовать. И когда ты путешествуешь с близкими по духу людьми, соответственно, это происходит как бы, ну, с большим, как бы, чувством радости, да, и восторга, что ты вот находишься с братьями, ты двигаешься туда-то, у тебя получилось сюда съездить, ты сделал такое-то мероприятие. Ну, вот, все это, это комплексно. Это есть такое выражение, каждый мужчина должен найти свою стаю. Возможно, да. Или так, или не так это. Это откуда, из этого, из фильма, как в Лас-Вегасе, как там, когда он говорит, я волк, ты волк, мы одинокий. А мы наконец-то встретились. Да, свадьба в Лас-Вегасе. Я понял то, что на самом деле самое главное у вас это общность, помощь и взаимовыручка, а при чем здесь тогда мотофестиваль? И когда была первая вообще идея возникла, чтобы сделать мотофестиваль? Это, наверное, часть реализации наших эмоций. Вот, когда мы, начиная там с ранних, с 2006, 2007, 2008, 2009 год путешествовали по Европе, ну, часть наших членов клуба. И посещали интересные фестивали в Европе. То есть в Австрии это Факер Зи, там потом то, что проводил Харли Дэвисон официально в разных столицах европейских стран. То есть нас поразил масштаб, нас поразила, наверное, структурность этого мероприятия, да, его масштабы. Вот это все. И когда мы это увидели, когда мы поучаствовали в этих мероприятиях, то, конечно, вернувшись сюда, мы захотели что-то такое вот здесь создать. И это как бы закроилось как цель, а почему у нас нет таких мероприятий именно так же масштабно, так же чистенько, так же структурно, так же все понятно, интересно. То есть много развлечений, какие-то экспозиции. То есть ты получаешь все. Попав туда на фестиваль, ты получаешь максимум эмоций, ты получаешь максимум информации, ты встречаешь различные сообщества, ты знакомишься с интересными людьми. И вот это все, конечно же, у нас вот как бы, в нас двигало то, что мы подошли к созданию своего фестиваля. У каждого фестиваля есть... И это было, извините, что перебью, это было, получается, в 2012 году, да, верно? Верный? Да. В 2012 году. То есть мы с 2010 года вынашивали, в 2011 уже точно понимали, что мы хотим, а в 2012 это сделали. По поводу чего вы хотите, вот у каждого фестиваля есть, ну, своя суперидея, там, Харли Дэвидсон, Харли Дэвидсон, там, например, у BMW, они там на музыку, по-моему, поставили, но все равно есть BMW, вот эти фестивали, там, кафе и рейсеры, вот, я не помню, как называется, которые гонки пляжи устраивают, да, у них тоже такая субкультура. А какая у вас, вот, не суперидея, а вот такое зерно, чем, может, ну, такой классический вопрос, чем ваш фестиваль отличается от других, вот такой шаблон. А хотелось бы услышать все-таки вот идею этого вашего фестиваля. Повторить то, что там, или все-таки что-то сделать свое и интересное, может, переработанное, не каким-то углом по-другому. Нет, если брать зерно, то оно в любом случае начиналось с мотоциклов Харли Дэвидсон, это старт, и как любая современная команда, общество, которое занимается прогрессом, оно смотрит на плюсы и минусы проведения того или иного мероприятия, и в первую очередь своего мероприятия. И с каждым годом план мероприятия, он менялся и, так сказать, структурировался и уширялся. Трансформировался. Трансформировался, да. И мне кажется, каждый год мы выполняли свои хотелки, которые ставили себе годом ранее. Что вот мы поставили себе на этот год, мне кажется, у каждого организатора они свои. Ну, на мой сугубо личный взгляд, например, есть проблема в плане того, что когда говорят просто мотоцикл без конкретных классов, то это какая-то каша. Потому что есть кафе-рейсеры, которые там такие стильные, городские чуваки ездят. Есть Харлеи кастом, есть рисовые ракеты эти одноразовые, в общем-то, дежурная шутка. Но, когда это все вместе, это получается как-то не очень. А или у вас все-таки есть какой-то упор на Харлеи? А почему не очень получается? Как раз-таки получилось, что мы собрали и объединили. Это же тоже как бы результат. Нет, первоначально был Харлеи, а потом просто друзья-друзей, друзья-друзей. А почему от Харлеи отказали? Если вернуться. Как драйверы. У вас же мне сказали, что этот вопрос не задаваемый, и они не любят это. Это задаваемое. А вы же раньше были Харлеи Бразерс? Нет. Нет? Нет. Когда это было? Ой, это вообще как бы, это интересная такая немножко запутанная история. Мы оставим ее. Нет, наш клуб всегда был Байкерс Бразерс. У нас был суппорт-клуб Харли Бразерс, который со временем переименовался в Райдер Бразерс, потому что решили отойти непосредственно от марки Харли. У них там и на Индианах катают сейчас, и на других мотоциклах. Ну да, вы видели, Тай, Индиан, Виктори. А фестиваль назывался так изначально. Просто потому что мы начали с дилером. Это был первый фестиваль, который поддержал дилер. Вот в чем отличался наш фестиваль. Это был первый фестиваль в России, который поддержал дилер. И он нас поддерживал 12 лет. Ну, до начала санкций. Понятно. Просто когда санкции наступили. Вот 12 лет они были с нами, потом просто они ушли с рынка. Как сейчас тяжело без них? Ну, тяжеловато, потому что в целом мы как бы за эти годы набрали интересный пул как бы наших партнеров и участников. Да, ну там отскочили БМВ, Матюль. Ну, то есть все. И пришли кто? Китайцы. Минск белорусский. Ну, понятно. Урал назвал. Мы увидим блокады. Как он? Чанчин. Водж. Ну, пока сложно запомнить все эти названия. Мы стараемся. Я не знаю. Ну, хотя, конечно, Харлею... Идем, когда Северная Корея. Что-нибудь уникальное, прогрессивное. Уникальное. Реактивно, прогрессивное. Ну, я к своему стыду ни разу не был. Все, пойдем? На ваших... Пойдем? Все. Мы уходим. Не был ни разу. Нет, я не был на фестивале. И интересно, потому что у вас же музыкальный фестиваль. Какой у вас набор выступающих? Что будет в этом году? Что интересно? Тоже такой немножко болезненный вопрос. Почему? Потому что первые фестивали мы обязательно в хедлайнеры приглашали какую-то заграничную звезду. Пусть там не суперяркую, но не Рамштайн, но каких-то известных ребят, вот, допустим, The Boss Host. Он, да, хороший. Он звучит, как бы, ну, весьма часто. Он хорошо звучит. Да, он звучит хорошо, и тогда звучал хорошо. Вот мы их приглашали, они приезжали, они первый фестиваль открывали, причем они немножко переживали. Это был первый выезд в Россию для них, и они еще поднимали к байкерам, и вообще, как бы, так немножко скрипели. Но когда они... Они такие брутальные. Да, но они переживали, что тут, как бы, какие в Москве, ну, в России ждут их байкеры. То есть их брутальность, она уходила куда-то. Вот, но по результату, когда они выступили, они же потом не хотели уезжать отсюда. Мы устали их там угонять. Уже, ребята, идите, уже отдохните. А сейчас все сдулись все? Да нет же, опять же, санкции. Вот, допустим, тот же The Boss Host, когда мы их вторично приглашали, они, как бы, немножко отказались по причине какой-то политизированной ситуации. Они сказали, извините, мы к вам не ногой, потому что у нас будет проблема. Да, потому что они сюда один раз приедут, а там у них все контракты слетят. Конечно, да. А так, вообще, как бы, за фестивали, за все фестивали, которые мы проводили, у нас были группы из Дании, из Великобритании, значит, из Германии много раз разных. Швейцария, Штаты, Ле Рокер, кстати, из Stray Cats, который занимал первые места. Да, у нас был Ле Рокер. Как я пропустил это все. Ну вот, вот такие, ребята. Сейчас каверы. Понятно, то, что вы, значит, со звуком можете поставить хороший звук, чтобы хорошая группа играла. Это обязательно. Вопрос уделяется. Ну, судя по именам, кого вы проводили, значит, вы умеете проводить музыкальные сеты, ну, концерты. Ну, а сейчас, да, зарубежных нет, тогда вопрос. Да. А что, у нас никто не умеет играть клево на гитарах? Клево умеет. Мы приглашаем хороших, качественных каверщиков, кто играет, там, Джимми Хендрикса. Вот у нас неплохо отыграла группа, которая играла, значит, песни Металлики. И мы это все еще сделали с симфоническим оркестром. Это было больше 40 инструментов дополнительных. То есть нам пришлось огромную сцену делать. Каждому вот пипитр там маленький, этот, как он. Ну, это было. А что в этом году вы приготовили? А в этом году мы приготовили. А это сюрприз. Нет, уже не сюрприз. Уже на самом деле, да, приготовили. Будет хороший, мощный кавер песен Нирваны. И тоже с симфоническим оркестром. О, достойно. Да, и поверьте, это будет вообще просто улетно и убойно. А команда кто, откуда ребята? Это какой-то подмосковный симфонический филармония. Да, мы еще полностью, как бы, про них там некий анонс пропишем. Кстати, вот не последний раз кто-то там сектор газа на симфоническом лобал. То есть сектор газа на симфоническом не будет? Нет, не будет. Кроме этого, да, будет и Джимми Хендрикс. Как это будет в душе. Джимми Хендрикс будет в исполнении Миши Кистану. Будет Ксения Федулова, которая очень круто играет. Вот она часто на Суздале выступает. У нее там много поклонников. Будет Мистер Твистер. Днем поиграет. Рокобили. Именно днем уж. Да, днем, потому что днем к нам еще... Он хорошо заводит днем. Днем приедут еще с разных школ танцы в рокобильном стиле. У нас днем, как это называется, некий перформанс. То есть люди танцуют, которые обучаются в этих школах. Но они создают атмосферу. Эту историю с рокобилией и Мистер Твистера можно было увидеть на дне мотоциклиста около речного вокзала. В принципе, неплохо для городской тусовки. Ну, смотрите сами, посмотрите. А что надо смотреть? Мы уже 13-й год делаем. Это они, может быть, у нас посмотрели. А, это у вас... У нас рокобили. Вообще у нас раньше было именно больше рокобилия. Максимум рокобилия. Мы потихонечку отошли на рок, на какой-то там альтернативный рок. Там харда какого-то добавили. А сейчас прям вот этот вот, который заряжает в Америке наш шоколад. Или как, не помню. Этот, Леха-то? Да, да. Как, как? Ну, а что, его нельзя выцепить? Он же может приехать? Может. Это же будет чума. Или денег много запросит? Нет, а тут не в деньгах. Это бывший очень старый знакомый. Вот, тем более он же, по-моему, занимался тоже единоборствами. Любитель футбола. Юные зрители. Нет, он нацелен на Америку. У него расписано, мне кажется, там полтора года вперед. И я думаю, что он уже более, себя чувствует, максимально американское состояние, чем российская сцена. Ну, он по-русски поет вроде бы еще. Нет, он русский человек. У него русская душа, у него родители здесь. Ну, жалко. На фестивале у вас его пока не будет. Да, Дим, не, на самом деле он ожиловат воспринимать всего для сторонней публики. Мне нравится, мне нравится. Да, Леша, я хочу донести, что у нас, конечно, большое желание есть привести какую-то более значимую звезду, допустим, известную, да, там, в нашем уроковом там сообществе. Вот, но не все, не всегда получается. Там, с кем-то, допустим, вроде по деньгам договорились, но по времени что-то не совпадает. С другим, допустим, все совпадает по времени, но немножко, как бы, такие вот тяжелые для нас по бюджету, да, там, условия. Поэтому мы, конечно же, ищем такие условия, при которых, как бы, мы сможем и финализировать, да, сделать этот фестиваль. Потому что фестиваль, да, это музыка, но фестиваль это еще организация там всех этих процессов. Там много всего. Да, это много всего. Это как будет чувствовать себя человек, который захочет там покушать, присесть, там, ну, прочие моменты. Их много, припарковаться, территория, вот, и прочее, прочее. А вот я хотел вот как раз вот о других моментах. Ладно, с музыкой мы, как бы, поняли то, что у вас будет достаточно плотный саунд с симфоническим оркестром. А что гости еще могут, где поучаствовать, какая-то, ну, какое-то движение, да. Что, 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 что мы увидим. Ну, да, во-первых, мы уделяем большое внимание фудкорту, то есть у нас будет большой выбор, чего можно там покушать, отведать изысканного. То есть это не будет просто сосиски, а там будет какое-то разнообразие. То есть это разнообразие, это как это называется, когда гастрономическая экскурсия или что-то. Да, это как минимум экскурсия будет гастрономическая. В прошлом году были даже устрицы с розеттом, ну, что-то такое, вот, брискеты там, стейки, вот, и всякие там вкусности. Это будет, это раз. Так, кулинария, хорошо. Кулинария, да. Я рассуждаю именно так, как человек, который должен принять решение, поехать туда или нет. Это же, это же мой выходной, это же надо съедить. Вот, я и спрашиваю, как человека, что, собственно говоря, я увидел. Сейчас мы еще насыпем. Давайте, насыпайте. Можно приехать к своей семье, что очень важно. С ребенком, который найдет себе развлечение, будет очень много игровых. Аттракционов. Да. Даже отдельно для них сцены будут, да, дети? Ну, и целую площадку мы им уделяем для того, чтобы, с одной стороны, их немножечко отодвинуть, да, от общей зоны веселья, да, и создать возможность уйти детям родителям. То есть я могу приехать с ребенком, его оставить там, заплатить нянечке, ну, который дезурный. Нет, ну, нянечки прям такой нет. Ну, не нянечки, ну, кто-то же должен смотреть. Ну, у нас закрытая территория. Это что, мы в клетку посадим, и все, ушли. У нас квалифицированная служба безопасности, которая максимально воспитана и прекрасно понимает, что дети маленькие, у нас много ребят, которые следят за ними. Да. Но это не нянечки. Ну, совсем маленьких лучше не оставлять. Лучше маленьких. Да. Понятно. Скажем так, 10, там, 14 лет, они уже самостоятельно передвигаются по всей территории. И братья-то там нафиг не нужны, извиняюсь. Ну, 14-летним-то? Ну, и даже 10-летним, да. Ну, да, да. Они бегают. Ну, а потом... Ну, а потом... Да, ну, что там подал монету на хот-дог или бургер, или еще что-то, или лимонад из мороженого, ну, и все. Да, аттракционы бесплатно. То есть, допустим, огромный батут, там подошли в тир, постреляли, там что-то выиграли. Но побежали, посмотрели, что там играли. Так, где дети? Окей, детей убрали. Да, есть. Дети куда определить, есть. Подраться, мы уже поняли, то, что есть угол, где там хотя бы взором отвести душу, как друг друга люди будут идти. А я даже все пробую, у каждого найдет себе в торговой поляне. А, еще торговая, блин. В торговая поляна, да, большая, конечно, конечно. Там можно приодеться, цацки какие-то посмотреть, чтобы себе там из серебришка выбрать. Вот. Ну, байкеры там все что-то могут тоже присмотреть. Нож поточить, да что угодно. Съездить нож поточить на фестивале, это... Как минимум, а где ты его еще поточишь? Я, кстати, только и точил на фестивале. Я на выставках хожу иногда. Вот. То есть так специально, никогда. Тут идем, о, точильный, на, пожалуйста. А сзади подходят службы безопасности, о, нож, спасибо. Кстати, немаловажно, мы каждый год к фестивалю готовим принт. Это мерч, фестивальная футболка с уникальным принтом каждого года. И многие к нам приезжают для того, чтобы, ну, как бы купить эту футболку. Потому что, первое, это как напоминание о том, что ты был. И встречая где-то за границей даже в этой футболке человек, ты понимаешь, что он был на этом фестивале. Второе, они хорошие, качественные и удобные. То есть за этим и едут. И, кстати, мы как раз первые, да, пробные образцы их получили. Костя, ну, принеси, мы их сейчас сюда бросим, покажем, пока Костя идет. Да, два цвета есть. А еще такой, ну, следующий такой вопрос. А что, какое-то движение связано с мотоциклами? С мотоциклами? Ну, во-первых, это большая экспозиция на основной поляне. У нас выступают представители различных ведущих мото-марок. Они выставляют свои стенды, экспонаты. Вот, и, да, вот, уже у нас две футболочки, посвященные 13-му мотофестивалю. Уникальный принт, делает нам Белли Кит. Белли Кит кто это? Ну, это дизайнер, кто, скажем так, немножко занимается в этом, он, наверное, поймет и слышал. Ну, так, то есть, звучит, то есть, я в модной тусовке скажу мне этот, это Белли Кит. Да, Белли Кит. Все, они должны упасть. Ну, может быть, ты помнишь, были такие футболки носили, типа Есенин там, еще кто-то с таким кулаками, они там, вот это он тоже. Отлично. Хороший, очень-очень приятный, такой стильненький. Да, и главное, цвета какие. Еще, конечно, будет черный. Черный должен быть. Черный. Нет, переходим к самым интересным. Мероприятием, которое мы приготовили на нашем фестивале. Апофеоз всего вообще фестиваля, это розыгрыш мотоцикла. Мы каждый год разыгрываем мотоцикл. Харлей? Начиная от Харлея, в этом году не Харлей, но тоже очень-очень-очень-очень хороший мотоцикл. Когда не было санкций? Нет, ну, когда было все хорошо, то был Харлей. В этом году, в этом году будет Куджей Мото. Куджей Мото. А, как звучит? Одну марку вы уже выучили. Вот. Ну так, я думаю, что все, кто к нам придет, тоже выучат эту марку. Потому что этот китайский завод давно выкупил направление Бинели. И мотоциклы Бинели тоже выпускают. Куджей, я знаю, что такое. Какой мотоцикл Куджей? СВР-600В. Правильно я сказал? Не знаю, надо погулять. Не знаю, надо погулять. Нет, я знаю завод Куджей. А марку, какую у вас будет, я не знаю. И правильно, неправильно? Ну, звучит Куджей 600. СРВ-600В. Это, наверное, что-то типа спортбайка. Ну, он такой большой, он похож чем-то на V-Row, типа на мускул. Такой вот он, стрит такой. Ну, я думаю, что мы картиночку-то поставим, да, во время... Да, будьте добры, вот там вот картиночку поставьте. А то, как-то мы говорим-то... Так, и что надо сделать? Почку продать, кого убить, чтобы получить этот мотоцикл? Нет, нужно в первую очередь расслабиться. Так. То есть, ну, скажем так, проникнуться атмосферой фестиваля. Потом дойти до нашей точки 22 суппорта. Слава, надо футболочки. Да, и там, нет, и там, и там, где... Ребята, там, где будут продаваться футболки, там же продаются тысяча значков. Точнее, 999 фирменных коллекционных фестивальных значков. На обороте номера от 001 до 999. И ближе к ночи, после того, как выступит хедлайнер со сцены, разыгрывается... Это ханический оркестр. Да, когда он отыграет, они раз, замолкают, и выходит ведущий, а теперь кто выиграет мотоцикл? И вот это вот... Это барабан будет крутиться, что такое? Барабан. Простые призы мы через рандомайзер делаем, да, ну, чтобы быстро выскакивать, потому что очень долго вот эти шарики доставать. А уже мотоцикл по старинке, ну, иногда там спрашивают, как хотите, хотите на рандомайзере номер? Такие, нет, хотим шариками. Ну, там, тут же какого-нибудь там ребенка, может, там, ты хочешь... А сколько призов вообще у такого? Ну, от партнеров, да, много прилично. Кто-то там, допустим, годовой запас моторного масла для мотоцикла, там, от партнера, там, допустим, домодедовского пивоварни, там, пару ящиков пива. Сколько цена значка будет? Полторы, да, по-моему, тысячи рублей, да, один значок. Полторы тысячи рублей значок. Всего их будет 999. 999, ну, бывает, конечно, хапуги сразу, там, не, 10 значков или 20, там, кто там, я не знаю, игровые, они, как я, говорит, рассчитал, что без приза точно не останусь. Есть азартные люди, вот я тоже, я знаю то, что иногда планка падает, и ты готов все отдать, чтобы выиграть. Это, на самом деле, такая, тяжело борется азарт, его потушить. Лучше, естественно, мотоцикл и поехать. Так, у нас розыгрыш мотоцикла. Из интересного, мисс-фестиваля, выбираем из девчонок, разный конкурс придумывают наши ведущие и выбирают самую фестивальную девчонку. Мисс Мокрая Майка или что-то такое? Что-то типа того, да. Не знаю, что в этом году они... Они же в Кэтлагене проводятся. Полян. Значит, из интересного, что у нас на территории фестиваля мы сейчас организуем обязательно клубную поляну. На этой клубной поляне строят шатры различные клубы. Ну, наши региональные, там, друзья, приятели, там, клубы, которые хотят о себе заявить на этом мероприятии. То есть, могут на бесплатной основе, мы им выделим, как бы, территорию, место, они ставят свой шатер, если нужна с нашей стороны помощь. Если нужна помощь, мы им тоже ее окажем. То есть, это такая вот сегрегация, да, будет? То есть, и будут обычные люди, которые не участвуют в движении в клубной, а будут отдельные стоять шатры-забыватели. Нет, это немножко отдельная территория, да, может быть, даже просто обыватель не захочет сюда заходить. Он пройдет мимо. Но он побоится туда зайти. Там столько будет людей в жилетках, он посмотрит, ну, нет, я давайте бы я музыку послушаю. Как вариант, да. Ясно, и сколько вы гостей готовы принять, ну, клубов? Ну, клубов, ну, готовы, что, ну, 10-20 клубов, конечно, примем. Нет, в плане на клубную поляну, а гостей, ну, там, от 6 тысяч мы принимаем. То есть, сейчас гостей порядка 6 тысяч, мы готовы принять. А входной билет какой? Значит, у нас женщины и дети бесплатно, а входной для мужчин 5. 5. А это входит, мотоцикл ставится рядом, где-то? Да, нет, все, кто на мотоциклах, вообще, ну, найдут себе место. Веденное место, да. Да, парковку себе найдут. Прочного контроля над, во-первых, за чужой техникой, а во-вторых, трезвостью водителя. Так скажем, удобнее прийти на наш фестивальный мотоцикл. Да, остальные, кто спокойно идти отдыхать, потом высыпаться, вставать. Вопрос по высыпанию. Там близко, рядом находится, куда можно кости бросить? Начиная от близко рядом, заканчивая до, там, 15-20 минут везде. У нас есть непосредственно коттеджи, которые находятся в шарковой доступности. У нас также есть для прям туристов-туристов поляна с палаточной. А, то есть можно приехать в палатку, поставить? И даже арендовать готовую. Мы предоставляем такую возможность. Готовую, с матрасами, подушками, одеялами, санузлами специально отвертанных местах. Вот, поэтому... И сколько арендовать палатку двухместную? О май гаш! Я сейчас должен... Нет, конечно, тысячи. Нет, а просто-напросто зашел. Нет, а если ты со своей палаткой, да, там что-то санитарный сбор около тысячи или полутора тысяч за все это время. Причем иногда приезжают в четверга. Я помню, в первом фестивале мы объявили, что в пятницу с вечера начинается... Ну, открываем ворота и приезжают и наши гости. И тут четверг утро приезжают ребята из какого-то города, какого-то дальнего региона. Такие все уставшие немножко, такие в пыли серые. Мы такие, ребят, а фестиваль-то завтра. Они такие, ну что, негде нам, типа, кости бросить, мы тут с палатками. Ну, конечно, велкам. И вот они потом несколько лет подряд, прям, всегда стабильно в четверг. Знаешь, чтобы не откажешься. В четверг приезжали, да, и размещались. Фестивальный бизнес, все-таки это отчасти, ну да, это, скорее всего, для визитной карточки вашего клуба. Вы можете устраивать, это когда презентация, ну, демонстрация мощи, то есть самое, о которой мы говорили. Но есть конкуренты, я так понимаю. Кто-то, ну, например, вот сейчас Суздаль. Вы как-то согласуете в начале сезона, кто, в какие даты будет проводить? Или вы рубитесь прямо, вот смотрите, кто первый объявил, и можно, ну, тут разные бывают истории. Мне кажется, Суздаль, это не конкурент, а коллега подвижения. Да, мы в прошлом году даже делали такую коллаборацию фестивалей, те, которые, ну, скажем так, на одном уровне, да, именно продвигают хорошую технику мото, да, делают интересные красочные программы. Это вот Суздаль, Выборг. Мы в прошлом году даже делали некий квест, посетив все три фестиваля. Нет, это просто хорошо. Да, и там надо было отмечаться на каждом из фестивалей, то есть мы ни в коем случае не конкурируем, а мы дополняем друг друга. Это просто-напросто иногда соревнования, когда люди проводили разные, они начинали между собой, только потом, когда они объединились и сказали, слушай, ну, хватит нам тут друг другу, давайте мы как-то выстроим. Да, Дим, но уже все равно есть как бы какие-то традиционные даты, да, у тех фестивалей, которые, ну, там, скажем, существуют уже 5-10 или более лет, вот, включая наш фестиваль. И, конечно же, когда мы проводим этот стандарт на конец августа, ну, я думаю, что будет правильно смотреть молодым и новым фестивалем все-таки, а когда вот проходит этот фестиваль. Ну, просто это будет не то, чтобы нам там хуже, это просто будет, допустим, тому мероприятию не очень здорово, потому что, допустим, к нам уехали все по традиции, но оттуда... А, например, тот же самый СУЗ, да, для ваших коллеги, они делают упор на блюз, они прям так его, ну, я не знаю, еще никто джаз не делал, может быть, кто-то экономит джаз, а у вас, я так понимаю, такой микс. Да, с роком, да, рокобили, даже у нас был раньше рокобили, а мы сейчас добавили еще роком. Ну, нервано-симфоническому оркестрам, это уже такой, да, не рокобили, совсем. Уже ушли, да. Как пираты. Ясно, то есть у вас такой музыкальной четкой направленности, она еще, получается, так это формируется на самом деле, потому что, ну, я почему так напираю на это дело, потому что, когда ты едешь, например, куда-то, ты говоришь, там будет хэви метал, все, мы едем туда, тут будет играть блюз, я еду туда, тут играет, непонятно, что играет, ну, ладно, поехали, симфонический оркестр с нерваной, ну, что-то интересное, можно поехать, но опять же, это такой вот. День, ну, ты знаешь, к нам многие ездят не просто там послушать музыку, а в первую очередь встретить друзей, то есть это некая как точка, такой чекпоинт, да, именно, тем более конец лета, встретиться с теми, с кого не видел, а фестиваль наш собирает очень большое количество людей, там, товарищей, близких там между собой, и поэтому многие едут за общением, да, там смотрят программу, я очень, как бы, часто слышал, скажем так, ну, предложения, предложения и замечания из разряда того, что, а что это за группа играла, вот они, лучше бы вы там в следующем году там их не включаете, а мне вот следующее понравилось. Советчиков, наверное, да, советчиков очень много, а вот это вот громко играли, а вот эти тихо, а вот эти вроде бы лучше бы их не надо, вот у вас утром лучше играет, вот это вот, и мы как-то вот трансформировались, немножко теперь сделаем как бы хорошо, наверное, тем, которым нужно поспокойнее, к вечеру мы уже заряжаем программу, пожалуйста, те люди, которые не выносят громкой музыки, могут отойти, уйти в клубную поляну, и там уже пообщаться с ребятами, посидеть, там найдутся темы. Это специальный ответ всем советчикам, как-то гонки устраивали, тоже начали советчик, советчик, ну, мне нравится делать свою, как бы, не вопрос. А и, кстати, делают. Ты знаешь, сколько после нашего фестиваля появилось вот так, потом узнаем. Значит, у вас хороший фестиваль, там, чтобы вы умеете вдохновлять людей. Ну, а куда деваться? Сколько вы примерно, вот сейчас вы ожидаете 6 тысяч, самое большое количество гостей, которые вы принимали? Есть около 6, то есть мы потихонечку, как бы, вот поднимаемся, поднимаемся, да, небольшой рост идет, то есть, конечно, первый фестиваль у нас набрал там чуть меньше полутора тысяч, и вот каждый год добавляется, слушай, ну, сложности были, знаешь, там, ту ковид, бам, там, отбило, там, да, там, плюс было очень сложно его вообще провести, но мы его провели. Потом, вот, после ковида какие-то санкционные штучки, да, там, не притянули каких-то, там, во-первых, групп, там, не смогли притянуть заграничные, тоже, наверное, откололось какое-то, ну, какое-то количество участников. Вот, типа, тут у них российские каверы, а я бы хотел бы пойти на немецкую какую-то группу, да, ну, или еще какие-то варианты. Там, откололись иностранные партнеры, да, там, в лице, там, Матюль, там, Харлей и так далее, тоже там часть тусовки, допустим, откололась. И вот это, каждый год это какая-то борьба. Преодоление. Преодоление, да, каких-то новых сложностей. Плюс, люди, которые, вот ты говоришь, советчики, и не только, есть как бы те, которые благодарят нас за этот фестиваль, и они такие, блин, ну вы задрали планку. Я не представляю, что вы можете сделать в следующем году, чтобы удивить. И это каждый год, мы пытаемся чем-то все равно удивить. Ну что ж, я могу удивлять, удивляйте. Спасибо, что уделили нам время, пообщались, рассказали то, что нас ждет на фестивале. Хороших гостей вам в этот раз, хорошей музыки. И, ну, надеюсь, все так сложится, что я доберусь со своими друзьями до вас. У вас интервью было, что ли? Спасибо. Да, да. Мы все записали. Вы просто заранее готовите. Нет, мы все записали, ничего, ничего, теперь уже ничего не вырезать. Ждем вас в этом году обязательно. Я лично буду вас встречать. Хорошо. Теперь я не отмажусь никак. Спасибо. 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 Спасибо.